Приветствую вас! Руководитель ЦРУ США Ульямс Бэнс. В данном интервью я рассказал, как он в ноябре 2022 года встречался с руководителем разведки, соответственно, в России на Рыжке. И, как любой разведчик, он чуть-чуть рассказал, но, как положено, часть состава заказа. Ну, во-первых, хочу вам напомнить, когда была эта встреча, очень многие писали глупости, бредятину, я вам много раз на это указывал, что вы пишете бред и чушь. Встреча руководителя ЦРУ, соответственно, руководителя разведки России, ничего общего не имела с тем, что вот они там приехали, будут сейчас делить Украину. Нет, нет, друзья, нет. То обстоятельство, что потом Ульямс Бэнс встречался с президентом Украины Зеленским, еще раз подтверждает, Украина здесь хламная. И да, действительно, руководитель ЦРУ приехал читать перед Зеленским проведенный Рыжок. Вот так. Они делили. Так что вся эта бредятина ваша, вот они там, да, все, нет. Еще раз говорю, нет. Не пишите чушь, если не знаете. И вообще не фантазируйте, если у вас с интеллектом проблемы. Главная тема встречи, самое интересное, что Российская страна тоже подтвердила, подтвердила, была ядерная безопасность. Наверное, помните, что Путин постоянно угрожал, что вот, я применю ядерную оружие, так дальше. По этой причине, да, действительно организовали эту встречу. Стамболе, по-моему. И руководитель ЦРУ как паршивого мерзанца Нарышкина по полу размазал. Да? А что вы так удивляетесь? Нет, то, что там Нарышкин там рассказывал, это еще чушь. Что сказал Рыжок? Ну, во-первых, он объяснил, что, ну, ядерная безопасность, так дальше. Если, не дай Боже, Путин попытается применить ядерный снаряд, поймите, ну, США понимали, что до ядерного как бы бомбы не дойдет, а вот ядерный заряд возможно. Возможно. Ну, снаряд с ядерными, и это есть. Ракетка. Он предупредил, что если, ну, этот беззубый щенок, идиот, кретин, дебил, который вы случайно называете президентом России, Володька Путин все-таки решится применить ядерный заряд на территорию Украины. Ну, понятное дело, что Путин думал, что я сейчас запугаю Украину, она сдастся. То руководитель ЦРУ предупредил. В этом случае руководство США считает целесообразной ликвидацию руководителя той страны, которая несет угрозу, ядерную угрозу всему миру. Слово Путин там не звучало. Это ж... Нарышкин после этого как сбесился, он чуть не усрался, бедно со страха. Да, да, Борис гадует, что Нарышкин делал себя неадекватно, как раз после этого. А там еще в чем ситуация, ну, это же, вы же понимаете, Борис, так, вроде бы, ну... Случайно оговорился, что, оказывается, ЦРУ знает о тайном бункере, который... Сочетание которого даже, в общем-то, в Кремле не все знают. Который специально, как бы, его свеженький построили, сделали. ЦРУ знает. И, в общем-то, намекнули, что это не проблема. Нарышкин помнил, что это не проблема. Ну, не хуже меня, понимаешь, когда Путину передали эти слова, он от страха всрался три раза и начал с чемоданчиком ходить. Потому что он тоже был уверен, что вот он... А ему когда скажешь, может, я хуй, и бункер не поможет. И мало-то назвали, где твой бункер. И даже если там... Родной ты мой. Уже ты думаешь, что там тебя предатели могут. Там все предатели. Тоже Нарышкин первый тебе предст. Ты знаешь, мерзался. Испугался. Испугался. По этой причине, да, действительно, да, что... Потом, если обратили внимание, после этого, после встречи, уже такая риторика немножко прыгнула. Да, ну, понятно, российская сторона. Ну, им же надо было, так по этой причине российские средства информации начали рассказывать, что... Вот, Нарышкин высказал РКЦРУ. И это... Да он в коленях мерзает свалялся. Он от страха не знал, что делать. Высказал. Ну, внимательно, послушайте, что вот пишут ваши российские средства информации, что, мол, Нарышкин предупредил РКЦРУ, что если они дальше будут помогать Украине, то это будет означать полный эскалацию ужас. Сейчас, как раз после этой встречи, помощь Украине выросла. Выросла. Мало того, хочу вам напомнить, друзья мои, что... Падо многократно заявлял, что только Украина будет определять, как уничтожать Российскую Федерацию, когда заканчивать войну. Мало того, хочу вам обратить внимание, что это ноябрь 2002, сейчас поставки вооружения выросли. По этой причине, честно говоря, немножко смешной заявлением Нарышкина, что он, вот он предупредил, и США испугался. Да, испугался, иначе больше оружия поставили. Правда, странно? А? Вот это еще раз говорит, что вы не умеете читать между строками. Когда вы читаете Российскую прессу, вы можете читать между строками. Там, где черное, белое, белое, черное. Где дебил Путин? Это дебил Путин. Это и есть дебил Путин. Такой есть. А то он... Нет. Дебил Путин. О, это и так. А дальше текст. Кретин Путин. О, о. А когда вы пытаетесь, что это умный? Не, нет. Там нет умного. Ну, вы же понимаете, что Нарышкин. Да, Брянская сказал, что он, посмотревши на этого идиота Нарышкина, говорит, ну, как Путин. И, в общем-то, ну, в принципе, он сказал то, что и сейчас много раз говорит, что там не с кем беседовать. Там одни кретины в Кремле возле Путина. Дебилы, кретины, идиоты. И это вы называете властью? Да их в дурдом садить надо. Их в дурдом выпустили. И вы им все жопы лижете. Вы же, ну, ненормальные. Ну, как можно лизать в жопу Путину, если он дебил? А, вы тоже? Ну, это понятно. Поверьте правильно. Встреча между представительной разведкой такое существует, происходит. Да, это неофициально считается. Но на этих, как правило, что происходит? США, ну, так сказать, немножечко дает понять сорвавшимся. Ну, московитом уже все, что русских нельзя называть. Вы же поняли. Путин сказал, что все. Русских нет, уже только московит. Сорвавшимся московитом, что если не будет себя плохо вести, то ракеты их достанут на веру. Причем, вы же не хуже меня понимаете, что авиация в США хорошая. И достаточно одному хорошему истребителю залететь на территорию Российской Федерации, по-моему, не поможет. Пальнуть и без зубов щеткать. Да, да, вы скажете, почему сейчас? Ну, потому что пугать более выгодно. Нет, ну, понимаете. Да, в общем-то, во Шпионе, там, конечно, есть кандидаты на будущее президента или президента России. Но пока на сегодняшний момент, говорит, вот это и есть настоящее. Вот это верно. Ну, а если проверить мои слова в гугле, посмотрите дату встречи, поставки вооружений Украине, риторику Путина по поводу того, что ядерное оружие применяли. Я говорю, посмотрите, вы поймете. Так кто кого там за главный? Ну, понятно, потом руководитель СРУ приехал к Зеленскому, рассказал о результатах беседы. Ну, Зеленскому и так знают, что действительно беседовать с Путиным или из его окружения – это ж ужас. Нет меняных людей, одни дебилы. Диагноз! Дурки всех выпустили и сделают руководителем России. Это ж надо же, что такое случилось. Ну, не повезло России, не повезло. Нет, чтоб дурдом в России хороший построить, чтоб Путина и все его окружение посадить. Так ума не хватает. Ну, что ж, тогда погибайте, погибайте. Ради беззуба щенка стоит умереть, вы правы. Знаете, это чертовски привлекательный занятие. А пока что благодарю за внимание. И запомните раз в два свидания. Если вам рассказано правду, то я рассказываю правду. А бредятину вашу можете даже не повторять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!